всем привет добро пожаловать на мой канал я тут себе принесла гору ухода чуть-чуть косметики покажу вам сегодня свои must have на эту осень тут конечно же мои фавориты даже есть какие-то пустые баночки вы очень просили такое видео поэтому пожалуйста поставьте палец вверх под эти видео потому что мне важна ваша обратная связь ваши комментарии буду что-то спрашивать советоваться и с вами и да не буду долго затягивать со вступлением устраивайтесь поудобнее и давайте скорее начнем первое из чего я хочу начать это конечно же вкусно пахнущие ароматные кремы для тела у меня еще стало как-то много но с другой стороны много разных вкусно пахнущих средств не бывает например вот с этим сультанда саба я вообще могу не наносить парфюм потому что он пахнет ярко у них вы знаете такие прям есть древесные есть такие амбровые аромат у меня он прям такой больше легкий девчачий это пачули масло ши лотос и франжепани просто потрясающий аромат как-то дорого женственный единственное мне вообще не понравилось когда я уже купила я поняла у них есть как будто бы знаете разные текстуры есть прям текстура масло прям масло которое нужно растопить но из-за того что масло видимо кристаллизуется она немножко знаете на ощупь похоже на какой-то скраб понятно что это не скраб когда его разотру нанесу на тело она нормально ляжет но иногда надо хорошенького разогревать в руках чтобы нанести но запах как увлажняет тело была такая моя хотелка которую вот я на день рождения себе сделала такой подарочек а второй шикарнейший крем для тела который тоже я очень хотела и благодарю вас за советы потому что вы мне писали в комментариях опять-таки знаем мои предпочтения посоветовали мне у хэмс крем именно со сладким миндалем вас на увлажняет очень вкусно пахнет тоже остается на кожу он конечно не такой питательный как масло но и я не скажу что я масло люблю то есть для меня вот сультан это что-то на выход на свидание на какой-то вечер каждый день я использую его кто-то говорил что он расходуется не экономично не знаю мне понравилось по текстуре это что он быстро впитывается кстати выложила рилс там и показала 5 любимых средств для тела кремы и масла осень для у меня это череда когда я немножко меняю свой уход это и так понятно все становится более питательным увлажняющим ну не прям все но например в гелях для душа зимой и осенью я предпочитаю пользоваться маслами для душа я уже показывала свой любимый гель для душа это лекситан тоже с миндальным кстати молочком мне нравятся такие вот сладковатые знаете мягкие ароматы но в этот раз решила не покупать лекситан и попробовать новое надо что-то новое выходит тоже и попробовала вот это вот масло для душа от биодерма я так поняла что она там сухой кожи для чувствительной потому что это аптечная линейка да вот написано для отраженной чувствительной кожи но для меня практически не пахнет ну или пахнет приятно мне кажется она вообще без задушек если у вас сушится кожа зимой мне кажется даже можно обойтись без вот этих вот всяких баночек средств супер увлажняющих просто попробовать заменить гель для душа потому что все-таки наша вода а я люблю мыться под кипятком и кто еще любит мыться под кипятком напишите в комментариях таки наша вода отопление кожу сушит и попробуйте заменить просто ваш обычный гель для душа на какое-нибудь масло для душа дальше хочу показать вам свои любимые помады карандаши для губ что-то новенькое вы просили чтобы я поделилась что вы знаете что я обожаю все эти нюдовые помады вот сейчас у меня на губах офигенная комбо это карандашик от vivienne sabo в 07 оттенки не классические которые у них там 101 102 они мне не нравятся а этот вот он более знаете такой кремовый хорошо перекрывает свой пигмент губ можно чуть-чуть выйти за контур помада помада это анастасия beverly hills это очень красивая упаковка это прям розовое золото цвет у них там два популярных пролине у меня это taupe beige мне кажется очень красиво аккуратно смотрится и блондинка подойдет и брюнетка чтобы не нести сюда остальные карандаши давайте просто покажу вам что у меня лежит в сумочке в общем принесла вам сумку показать что у меня еще там лежит какие помады кстати смотрите у меня какая красивая новая сумочка она тут два в одном даже три в одном два в одном здесь у меня основная вот сумка и вторая присоединена это у меня как раз бьюти сумочка помада которая доставила вам анастасия карандаш дальше карандаш от бренда шу такой темно-коричневый темно серо-коричневый 48 оттенок на замену там nyx которые к сожалению от нас ушли очень классный такой вот блеск вот шик это 0 2 оттенок классно увлажняет не липкий вы знаете не люблю блески но этот вот помимо clorance мне понравился вот такого то классный бальзам для губ называется it my с карамелькой хорошо увлажняет и конечно тут огрызочек любимого карандаша романовый мейкап 9 сумочка это у меня кстати от нашего российского бренда милс карта это не первая сумка у меня от этого бренда она очень качественно сделана это натуральная кожа посмотрите качество кожи фурнитура какая она вместительная у меня вот во второй сумочке здесь и очки и мои документы чехол для наушников ведь смотрите какой красивый в общем очень много кармашек и каждая из сумок бренда милс карта это прям сочетание знаете элегантности утонченности при этом комфорта мне нравится что я могу ее носить как спокойно с повседневными образами где у меня присутствует элемент или белого или коричневого цвета или если я хочу надеть эту сумку на выход я просто отстегиваю этот белый ремень присоединить вот эту цепочку и у нас получается с вами аккуратненькая сумка клач данная модель сумки является бестселлером у бренда но также вы можете посмотреть на сайте также есть более яркие сумки которые тоже будут являться главным акцентом в вашем образе так что ссылку на бренд милс карта эту сумочку я оставлю вам в описании к этому же осенью немножко меняется мой уход я добавляю больше кислот в уход за лицом напомню что у меня жирная комбинированная кожа склонны к воспалением сейчас у меня вот тут меня опять обсыпала хотя благо моей прекрасной камере которые все это хорошо сглаживает же я начинаю делать какие-то пилинги у косметолога но это обычно какой-нибудь салициловый миндальный пилинг может быть пилинг джесснера все по состоянию кожи потому что она у меня хоть и жирные и склонны к воспалениям но она такая чувствительная немного поэтому переборщить очень легко я до этого пользовалась и продолжу вам рекомендовать этот тоник салициловой кислотой салициловая кислота она хорошо подсушивает если у вас есть какие-то воспаления при этом он не присушивает это не тот тоник который вы наносите и потом у вас лицо горит и все красное нет он мне как бы до очищающий этап после пенки умывания вот явно носила принесла показать что до пользовалась снова целиком и полностью но надо было что-то поменять принесла еще показать вам что купила вот этот тоник от елизаветки раньше тоже уже пользовалась он такой миленький забавный но на самом деле он тоже мне подошел на рынке много различных тоников с фруктовыми кислотами там это х-бх кислоты и так далее есть и с витамином c кстати они тоже будут хорошо осветлять кожу помогать обновлению регенерации но у меня с витамином c пока нету если вы посоветуете какую-нибудь сыворотку с витамином c или например какой-то тоник буду вам очень благодарна можете написать в комментариях а я вот вернулась к этому тонику здесь много много разных фруктовых кислот знаете чем-то напоминает наверно тоник от пикси просто стоит более доступно кислоты если мы начинаем использовать мы девочки с вами добавляем обязательно spf также обязательно мы с вами используем их начале не каждый день натираем кожу все это постепенно и аккуратно сначала например раз в неделю два раза в неделю так смотрю как реагирует моя кожа поэтому тоники с кислотами это хорошо и не только для тех у кого кожа склонна к жирности к воспалениям но и для просто обновления кожи цвета лица хочу еще дополнить про крем который мне сейчас пользуюсь я им пользуюсь независимо от какого-то сезона просто он мне сейчас подошел я тоже после пилинга то ли я пересушила кожу то ли что у меня она была такая чувствительная раздраженные и мне тогда тоже косметолог посоветовала такой вот крем от овен это средство для пересушенной кожи причем склонны тоже к жирности она не забивает поры и очень хорошо увлажняет у него очень приятная душка вен это у нас франция написано что успокаивающий крем в общем не он очень нравится покупаю его наверное уже четвертый тюбик и вот наношу и как базу под макияж и на каждый день мне сейчас очень много из ухода это какая-то аптечная косметика не комедогенные не какие-то там вау-вау средства поэтому я отрываюсь как поняли на средства для тела также конечно же наши с вами любимые это волосы волосы это такая больная тема мне кажется осенью когда кончики пересушены когда объема на волосах не хватает я очень конечно благодарна что у меня вот такая текстура волос что они мне прямые от природы я напомню что я не выпрямляю их никогда не у меня всегда вот эфирные бусы что они такие прямые я не делаю ни кератин не ботокс вот такие как есть но при этом если я за ними не ухаживаю то вот так вот красиво блестеть разумеется они не будут то есть это все-таки домашний уход это уход в салоне и маски поддерживающие которыми я пользуюсь дома это у меня уже тоже закончилась я ей пользуюсь в течение года регулярно и мне кажется это вот та маска которая знаете дает эффект сразу же салонного ухода когда волосы блестящие она питательная я бы даже сказала очень питательная потому что она с маслом ши с авокадо масло как она пахнет я вкуснее этой маски тоже ничего не слышала именно для волос потому что я пробовала маску также от редкин мне очень нравилось который помните такая ол мега софт что-то такое тоже смягчающее такое именно такие маски позволяют кончиком не пушиться то есть делать их гладкими понятно что они не прям склеивают не утяжеляют не забывайте что у меня текстура волос такая прямая она не пушащийся если у вас пористые пушистые волосы я еще больше вам советую эту маску подруги вчера осветила потому что у нее прям такие пушистые как льонок волосы и ей как раз бы тоже она очень хорошо подошла блондинистым волосам короче вот это просто любовь я была бы счастлива если этот бренд кстати знаю чем сотрудничали бы со мной прислали бы мне вагон и маленькую тележку и этих масок и всего-всего но кстати шампуни от этого бренда я не пробовала и как-то я побаиваюсь пробовать потому что для меня например они будут супер питательные а там именно питательные увлажняющие а вот уже принесла показать маску ледор она тоже хороша почему-то у меня немножко тут перри пересвечивает покажу мне тоже поближе но она не мгновенного эффекта она хорошая я ее использую иногда вместо кондиционера это вообще последний раз 300 рублей купила классно очень классно намного лучше обычных там реаль который в масс-маркете но тем не менее она не дает моментального эффекта это больше такой накопительный и легкое увлажнение тоже мне нравится тоже могу ее посоветовать у них еще кондиционер тоже для волос классный у ледор же не смывашка у меня самые простые просто потому что я сначала думал и дальнис купить там кем мёрфи потом подумала зачем мне волосы не окрашенные у меня волосы не пушащиеся и скорее всего они будут мне просто утяжелять просто для того чтобы была красивая баночка но это вот наши девчачья да я решила не покупать поэтому я продолжаю пользоваться этим 15 в одном от бренда алин я не знаю если тут термозащита в чем я сомневаюсь но по крайней мере облегчает расчесывание еще дополнительно как-то их слегка увлажняет это что-то вот такого легкого мусса я еще взяла вот такой вот это называется фруктовая сыворотка ну ты ее и вообще не поняла то есть она для меня просто вкусно пахнет даже какого-то увлажнения дополнительного я не заметила то вот это как-то мне штука больше нравится если у вас волосы такие же как у меня прямые гладкие и тонкие то знаете что вот такая штука вам их и не утяжелить но при этом не нравится наносить что-то после мытья чтобы там как-то расчесать или уложить нужно что-то я вот иногда наношу давинис это спрей с морской солью наношу его именно на корни не по а именно на корни чтобы немножко как-то придать объема если дело какие-то локоны то есть вот этот эффект соленых волос они становятся более такими текстурированы очень классная маска вот для губ показывала вам средства и помады и кардаши но ночная маска для губ от ленеш них чуть розовая она еще лучше просто божественное средство спасает от обветривания увлажняет питает разглаживает морщинки делает что-то невероятное раньше если херп заказывала потом увидела где-то в магазинах корейских в общем то нам не сейчас заканчивается понимая что мне срочно нужно будет заказать ее найти где-то еще я не знаю если что-то подобное если вы знаете какую-нибудь классную питательную маску я ее использую как бальзам она хоть и ночная маска написано я ее использую каждое там утро вечер но днем вот тот бальзам который вам показала так что она еще прикольная значит мятная еще я поняла что пока показывала вам сумочку принесла из нее и достала крем для рук это тоже мой главный must-have осенью летом я мне кажется кремами для рук не пользуюсь а именно зимой осенью знаете когда начинает сушиться кутикула начинают быстро маникюрность меня очень часто начинает сушиться крем мне нравится сейчас у меня лежит от лекситан который тоже с миндальным молочком у него знаете такая прям легкая текстура я конечно мой пахнет он так вкусно знаете такая легкая текстура мне пока конечно жирных каких-то кремов не нужно вот мне нравится как он увлажняет и также у меня в машине обязательно лежит тоже какой-нибудь обычный простенький крем для рук бабушки агафьи в общем девчонки я очень надеюсь вам понравилось это видео по традиции напишите пожалуйста в комментариях какие у вас любимые продукты маст хэва две-три позиции каких-то напишите в комментариях пускай они будут супер полезными но я с вами не прощаюсь и увидимся с вами совсем скоро пока пока